Итак, здравствуйте, мои уважаемые зрители, и сегодня я бы хотел показать свою коллекцию, связанную с такой замечательной игрой, как Mortal Kombat. Ну, собственно, она же Смертельная Битва. И, значит, первый представитель моей коллекции это вот такой вот сборничек под названием Midway Arcade Treasures Extended Play. То есть, в принципе, скажем так, выпускал в своё время на разные консоли несколько дисков вот таких вот сборок оригинальных, автоматных версий, ну, скажем так, игровых автоматных версий, игр компании Midway, и вот на PSP была сделана такая сборочка, что называется, лучшая, куда вошла первая, вторая и третья часть Мотор Комбата, собственно. Вот, как бы, в принципе, больше особо сказать про это нечего. Ну, кроме того, что, скажем так, игры выглядят, как они выглядели, собственно, на аргенальных, аркадных автоматах. Собственно, аналогичная сборка, состоящая из нескольких частей для приставки Sony PlayStation 2. Здесь, значит, уже, скажем так, почему-то только вторая и третья часть Мотор Комбата. Почему именно так, как бы, непонятно. При условии того, что, например, там, сколько, по-моему, был то ли еще один, то ли два диска вот такой вот сборки именно, и не там, что называется, ни в первой, ни в третьей, если я, конечно, не ошибаюсь, насчет того, что третья часть все-таки сборника существовала, нигде первой части Мотор Комбата, и уж тем более Мотор Комбат 3 Ультимейт, не было. Даже не знаю, собственно, по каким, собственно, причинам. Потом идет Мортал Комбат 3, то есть это одна из первых игр на Sony PlayStation. В общем-то, вышла она, что называется, подстать мировому релизу данной приставки, и входила, в принципе, в стартовую линейку игр. Ну, как видим, здесь вот такой еще картонный бокс. Он открывается. Здесь должно было быть руководство пользователя, но, к сожалению, у меня его нету. То есть... Обычная PAL-версия. Сзади здесь скриншоты, в общем-то, с описанием игрового процесса. Потом... Мортал Комбат Трилоджи. Здесь уже, как мы видим, все-таки полный комплект. Рекламка. Здесь у меня уже и руководство пользователя на низких языках, и оригинальный диск, и руководство пользователя. На самом деле, по себе достаточно небольшое, но вот весом он прибавляет то, что оно мультиязыковое. То есть, вот здесь как раз-таки написано выбором. Вот, то есть, у меня сама арена. Все бойцы, какие сюда вошли. В принципе, все иконки. Даже вот все движения отписаны. То, чего они там могут. Могут. И не могут. А дальше все просто идет уже то же самое, но на других языках. Вот такое вот издание. Следом за ним... Mortal Kombat 4. Опять же, для первого PlayStation. То есть, тоже полверсия. Тоже мультиязыковая. Здесь еще будет аудиокоробки на низких языках. Что называется, написано. Внутри тоже идет такой вот... Толстая руководство пользователя. Вот, собственно, сам диск. Здесь оно такое уже, более стилизованное. Как видим, здесь, значит... Списание тоже всех бойцов. И... Все на нескольких языках. Дальше идет первый спин-офф. Серии Mortal Kombat Sub-Zero Mythologies. Или Mythologies Sub-Zero. Вот. В принципе... Скажем так... О чем примечательно то, что такая более полная версия данной игры выходила только на PlayStation. То есть, именно с видеороликами, с музыкой. Что называется... В цифровом формате. Потому что версия для Nintendo 64 была малостью резаной. Ну, здесь, как мы видим, есть сам диск с игрой. Нарисован куанчье. Вот здесь такое вот руководство пользователя идет. Как бы со всем подробным, в общем, описанием. Тоже на английских языках. Mortal Kombat Special Force. Эта игра, скажем так, была эксклюзивом вообще только для PlayStation. Ну, как мы видим, немножко внутри. Собственно, сам диск с игровой. Руководство пользователя. Вот в комплекте идет и здесь. На самом деле тоже очень стилизованный и подробно. Все. Дальше тоже на английских языках. Вот. Это был второй спин-офф серии. Дальше идет Mortal Kombat. Для Альянс уже на второй PlayStation. Последняя часть, содержащая цифру названия, в данном случае, 5. Как видим, диск с игрой. Руководство пользователя. Видом за ней Mortal Kombat Deception. То есть, в принципе, как мы видим, здесь уже игра поддерживала. Что называется, игру по сети. Вот здесь у нас тоже руководство пользователя идет. Здесь, скажем так. Как бы описано все, что игра может. Даже вот описан так называемый крипт. Где какие гробы находятся. В принципе, так. Ничего особенного. Второй, уже третий спин-офф серии. На Sony PlayStation 2. Mortal Kombat Show in Monks. Пал версии игры. Где, значит, идет, что называется, руководство пользователя. Подробно всем. Описание. И, в принципе, это все. Следом, идет Motor Kombat Unchanged. Такое вот издание, скажем так, Motor Kombat Deception'а для PSP. Уже с дополнительными бойцами. Здесь тоже, на самом деле, подробно расписано. Какого-то пользователя, кто еще может. Также расписан крипт. Ну, а так, в принципе, по Deception'у он, пожалуй, мало чем отличается. Потом, идет Mortal Kombat Armageddon. Издание на PlayStation 2. Здесь, значит, мы видим сам диск. И, скажем так, подробно тут все тоже описано. Что игра может, как она, собственно, может. Что здесь можно как бы делать. Здесь, в принципе, все. А вот. На Sony PlayStation 3 у меня есть Motor Kombat VSDC Universe. То есть, здесь, собственно, сам диск с игровой. Рукавочка в пользователя. Потому что пользует, в принципе, такой достаточно. Акоротенькая. Подробание. В общем-то, как бы и все. Потом Mortal Kombat 2011. Он же Motor Kombat 9. Что примечательно, это издание с русифицированной документацией. Здесь, значит, сам диск. Там, как пользователи. Страничка, как видим. То есть, очень мало страничек. Потому что толком, как в последнее время любят, почти ничего и не написано про самую игру, ни про что. Также в моей МК коллекции есть вот такие вот игрушки по мотивам девятой части игры. То есть, вот это Sub-Zero. Рейден. Ну, а также хотелось бы отметить, что в моей коллекции присутствуют собственно такие вот экземпляры, как первый фильм-экранизация а также два вот таких вот диска с мультфильмом Смертельная битва Защитники Галактики Собственно, тут два диска Здесь, в принципе, все серии этого мультфильм-сериала Идут сами диски Идут вот так В 90 этот мультфильм-сериал был переведен Компании Контиренбург и Диларт Вот И На этом моя коллекция посвященная Мотор Комбату заканчивается Мотор Комбату